Харлы Кеш, студия Домен Рина Евгеньева, информбюро стартует через несколько минут, ну а прямо сейчас интересная информация. Число участников социального проекта «Народная лига» растет с каждым годом. В этом году в соревнованиях по баскетболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов примут участие 24 команды. А представители Национальной Федерации Баскетбола Казахстана заявляют, что благодаря этому проекту в сборную набирают сильных игроков из участников Народной лиги. В своем сюжете автор и ведущий ЖУС Жил Халакпенберген Ругали Карабаев расскажет о преимуществах проекта и о том, как идут тренировки на сегодняшний день. Социальный проект «Народная лига» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов успешно реализуется с 2005 года. Проект инициирован Халыкбанком совместно с Национальной Федерацией Баскетбола. Главной целью Народной лиги является поддержка подростков, интересующихся баскетболом, а также возможность для них стать частью мира профессионального спорта. При этом финансовая организация обеспечивает детей формой, спортивным инвентарем, залом и профессиональными тренерами. Добрый вечер. По словам организаторов, количество детей, интересующихся Народной лигой, растет из года в год. Так, в первые годы реализации проекта в нем приняли участие около 170 подростков. В этом году уже 297 детей. Они воспитанники детских домов и школ-интернатов со всей страны в возрасте от 10 до 17 лет. Всего из участников этого года сформировано 24 команды. Из них 16 – это мужские команды, а 8 – женские. При этом в этом году впервые участниками Народной лиги стали девушки. Сейчас подростки оттачивают навыки игры в баскетбол для участия в чемпионате Кубок Надежды, который пройдет в конце года в Алматы. Стоит отметить, что с момента запуска Народной лиги более 2000 детей прошли через Народную лигу и занимались баскетболом абсолютно бесплатно. Из них 50 стали кандидатами в Мастера спорта, а трое – Мастерами спорта. Таким образом, проект является своего рода социальным лифтом, который помогает детям заниматься баскетболом на профессиональном уровне. Некоторые участники, которые прошли через Народную лигу, выступают за профессиональные клубы. Другие выросли в тренеров и обучают уже новое поколение детей игре в баскетбол. О роли социального проекта для развития спорта и о том, как проходят тренировки в нашем сюжете. Сейчас некоторые ребята находятся на летних каникулах, но большинство продолжают тренироваться и учиться играть в баскетбол. Юные спортсмены готовятся к предстоящему чемпионату Кубок Надежды, который пройдет осенью в Алматы. Спортивная форма, инвентарь, оплата услуг тренеров. Все это оплачивается Халыкбанком, который полностью поддерживает проект. Без проекта Народная лига у нас не было бы таких возможностей. Спортивная одежда. Халыкбанк спонсирует наши тренировки и помогает нам стать профессиональными игроками и попасть в профессиональные клубы. В чемпионате Кубок Надежды примут участие 24 команды из 16 регионов Казахстана. Дети сейчас упорно оттачивают мастерство, чтобы показать свои достижения на чемпионате и побороться за кубок. Ведь сильнейшие участники имеют шанс попасть в будущем в профессиональные спортивные клубы страны и, конечно, в сборную Казахстана и представлять нашу страну на международных соревнованиях. Проект очень популярен среди воспитанников детских домов. И мы его проводим не зря. На сегодняшний день, допустим, в этом году в профессиональных лигах играет 5 воспитанников, которые вышли из этого проекта. Четыре человека играют в высшей лиге и один человек играет в национальной лиге. Также есть тренеры баскетбольные, которые вышли тоже из этого проекта. Они работают в спортивных школах, они привлекаются к работе с детьми детских домов, выходцы из этого. И очень большое количество людей, которые вышли, сейчас работают преподавателями в школах, преподают физическую культуру. Отметим, что в 2020 году Народная лига была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Но в этом году Халыкбанк возобновил проект в рамках своего столетия и акции «100 добрых дел». Благодаря этому около 300 воспитанников детских домов и школ-интернатов по всему Казахстану вновь начали заниматься баскетболом. По словам представителей Казахстанской федерации баскетбола, в стране из года в год растет число тех, кто занимается этим видом спорта. Очень много дворовых площадок, в которых играют дети в баскетбол. Это тоже о чем-то говорит. В федерацию регулярно поступают звонки со всех регионов, от родителей с одним вопросом, где можно устроить ребенка в том или ином регионе заниматься баскетболом. Мы с помощью этого проекта пытаемся дать детям толчок, какой-то шаг, чтобы они сделали первый шаг, чтобы они нашли себя в этой жизни. Через спорт, через занятия спортом. Возможно, из тех детей, кто в этом году примет участие в этом проекте, мы когда кого-нибудь увидим в свое время сборной Казахстана. В этом году Холокбанк направил на реализацию проекта 54 миллиона тенге. А в целом общие затраты банка на Народную Лигу превысили полмиллиарда тенге. Представители банка заявляют о своем намерении оказывать поддержку воспитанникам детских домов и школ, интернатов и дальше. На этом у меня все. Коллеги, вам слово.